Добрый день! Вознесение Господне – один из самых больших праздников православных христиан. Он отмечается на 40-й день после Пасхи. Об его особенностях сегодня нам расскажет Ирей Андрей Кирюшкин, клирик храма святителя Николая Чудотворца города Ульяновска. После завершения Светлой Седмицы, когда уже заканчиваются крестные ходы, когда праздник Пасхи постепенно затихает, мы приближаемся к другому празднику – празднику Вознесения Господня. Этим праздником завершается земной путь Спасителя, когда Он, плоть исцеленную от первородного греха, плоть человеческую возносит на небо для того, чтобы сделать ее причастником Божественной славы. И в эти дни мы, конечно, вспоминаем о том, что когда-то святитель Григорий Палама говорил о том, что человек, который распял свой грех покаянием, он уже приближается к тому, чтобы вознести свою плоть вслед Христу на небо. И вот этот праздник Вознесения Господня, он говорит нам о том, что человек должен стремиться к небесной жизни. Все мы понимаем, что жизненный наш срок, здесь отведенный Богом, он немног. Как говорит псалмопевец Давид, жизнь человека 70 лет, а если в силах – 80 лет, и под языком его труд и болезнь. Поэтому этот праздник говорит нам о том, что человек пострадавший, человек, стремящийся исцелить свою плоть, призывающий Божественную помощь, он возносит эту плоть для того, чтобы покорить ее Христу. Христос восстал в воскресенье своей силой, а человек своей силой восстать не может. И мы в символе веры поем «Чаю воскресенья мертвых и жизни будущего века». Вот воскресенье мертвых – это есть воскресенье по действию Божественной благодати. Не сам человек может восстать из мертвых, как Господь восстал и как Господь вознесся, а только по действию Божественной благодати. Субтитры создавал DimaTorzok